Всем привет, меня зовут Паша, вы смотрите Geekspudnik.tv Сегодня у нас немного нестандартный эпизод, поскольку в этот раз я вам расскажу не о гаджете, а, ну, самая гиковская вещь, но не такая уж прям геджетовская, а немножко в другом направлении. И что такое, это вот такая вот небольшая коробочка от компании, которая называется 23andMe. Что интересно в этой коробочке, это что это достаточно для всех доступный ДНК-тест, который вы можете заказать на 23andMe.com, а это компания, которая ей владеет бывшая уже на сегодняшний день, как я понимаю, жена Сергея Брина, тот человек, который один из хозяинов Google. Поэтому, то есть, вот, вы заканчиваете вот такую вот коробочку, она уже приходит с такой вот такой наклейкой. Эта наклейка оплачена и как бы шиппинг обратно, но это опять я все говорю о том, как это все происходит в США. За границей, конечно, может быть придется заплатить немножко побольше для пересылку, но сама коробочка стоит 99 долларов, здесь в США и у себя это уже как бы включает пересылку. Что вы получаете? Вы получаете вот такую коробочку, мы ее сейчас откроем. Ну и вот, что находится внутри этой коробки. Вы открыли коробку, здесь у вас 8 шагов, которые вам необходимо сделать. Пересылайте эту коробку обратно уже с вашим, как бы с вашим анализом, должно как это правильно назвать. Ну, давайте посмотрим, что здесь внутри находится. Открываете, опять же, правило о том, как это все должно происходить и как это все работает. То есть, опять же, те же 8 шагов, которые же и на коробке. Небольшой вот такой вот пакетик, в который вы и упакуете ваши анализы. С таким вот небольшим значком Biohazard, поскольку это все-таки считается как опасно для здоровья других людей, поскольку все-таки это анализы медицинские. А внутри есть вот такая вот небольшая тряпочка, которая, как я понимаю, наверное, собирает просто влагу. Опять же, здесь вот вам пишут, что надо сделать, как это все работает для картиночки. И самое последнее, это сама коробка, что небольшой баночкой, в которую пойдет ваш анализ. Вы спрашиваете, Павел, какой это анализ? Нет, не волнуйтесь, Geeksputnik не переходит на формат писения в небольшие баночки. Все, что необходимо сделать здесь, это набрать достаточно слюны вот до этой вот метки. Здесь вот. Окей? До этого эту баночку вам нужно зарегистрировать. У каждой такой коробочки есть свой номер, где вы это регистрируете, отвечаете на пару вопросов. И после этого вы, как бы, сейчас набираете этот анализ. После того, как вы набрали сюда достаточно слюны, все то, что необходимо сделать, это закрыть вот эту вот баночку, которая вот этой штучкой проткнет небольшое здесь такое, как бы, я не знаю, как это назвать, небольшое такое место, где есть жидкость, и она сольется сюда и смешается с вашей слюной. И после этого вы все это упаковываете, опять же, в тот пакетик, складываете это обратно в ту коробку, в которую они вам уже прислали оплаченной, и отсылаете. И через две недели вы получите результат. Окей, я сейчас это все сделаю. Мы это пошлем и посмотрим, что из этого получится. Я вам сразу скажу, что моя жена, как бы, уже это сделала, и результаты очень интересные. Они там рассказывают вещи, например, какие болезни у вас могут быть, что вам, как бы, чего вам стоит замечать в своей диете, или, например, какие вещи вам стоит обращать внимание, если у вас, скажем, есть там аллергия на что-то, или что вы человек, который очень легко может пополнять, или вы пьянеете легко, или у вас могут быть какие-то болезни, которые они считают из-за вашего генетического кода, могут, как бы, развиваться быстрее, или у вас больше шансов их получить, чем у другого населения. И эта вся информация дает вам, как бы, понять, опять же, это не предугадает, так как вы умрете, или, там, я не знаю, это стопроцентный результат, но они вам хотя бы дадут понять, чего вам стоит, как бы, на что вам стоит обращать внимание, для того, чтобы вести более здоровый образ жизни. И вы можете о себе узнать многие вещи, например, если у вас там аллергия на пшеницу, или аллергия на какие-то вещи, которые вы до этого не знали, и теперь они пришли на эти результаты, и вы поймете, может быть, почему вы так долго себя плохо чувствовали, не могли найти для этого никакую причину. Еще одна вещь, которую они делают, это то, что они показывают вам примерно вашу генетическую историю, и откуда у вас есть, как бы, ДНК, из каких регионов мира, сколько у вас из одного региона, из другого, на кого вы больше всего похожи по вашему, по вашему, как бы, сбору ДНК. Ну, и также они вам смогут найти людей, которые похожи на вас по вашему ДНК, которые не думают, что у вас, может быть, где-то были родственники, а если эти люди находятся на этом же сервисе, и они сдали свои анализы, вы можете их найти, и найти, может быть, людей, которые сотни лет назад у вас был где-то один и тот же родственник в семье, там, какому-нибудь прапрапрапрапрапрапрадедушка или прапрапрапрапрапрапрабабушка. Ну, в общем, идея достаточно простая, и если вы даже захотите, они смогут использовать ваш ДНК в разных, как бы, они это называют ресерчах, да, то есть, если они найдут, что у вас есть какая-то проблема, и сейчас происходят какие-то опыты, где они нашли, что для ваших проблем может быть какое-то решение, они могут вам написать, что, как бы, вот сейчас такая ситуация, и вы можете попробовать узнать, если вы подходите под эти научные опыты, и если вы можете в этом участвовать, может быть, помочь как-то науке. Ну, в общем, я начну сейчас сдавать это, сдавать анализы, то есть, плевать в эту баночку, ну, а потом мы это все упакуем и опушлем. Ну, вот и все. Немножко, конечно, противное. Покажу, вот, конечно, я наплевал, так как нужно было до этой линии, они специально говорят, что надо наплевать достаточно, чтобы была именно сама слюна, а не маленькие эти пузырики, которые остаются. После этого надо закрыть эту, вот эту штучку, которая сейчас залет туда ту жидкость. Смотрите, она набралась сейчас до конца еще выше, то есть, а эта жидкость сейчас смешивается, у меня на улице что-то происходит, там полиция ездит, но это Нью-Йорк, поэтому здесь всегда так шумно. После этого мы берем небольшую крышечку, которую они также вам присылают, откручиваем эту большую, закручиваем маленькую крышку, которую они прислали, до конца, хорошо закрутили ее. Все, теперь они говорят, где-то 5 секунд ее помешать. Это мы тоже делали, то есть теперь тут эта жидкость и слюна. После этого мы берем этот пакетик, который они прислали, и бросаем его сюда. Как я и думал, вот эта часть, это после того, чтобы, я не знаю, там жидкость впитывалась, наверное, если она вдруг появляется внутри этого пакета. И заклеиваем этот пакет. Все, пакет мы заклеили. Теперь все то, что осталось сделать, это положить анализ обратно вот сюда вот. Наш, уже эта коробочка наша зарегистрированная. Снимаем вот эту часть и закрываем коробку. Ну, вот и все. Процесс достаточно простой. Мы теперь эту коробку бросаем в почту, в этом случае это американская наша почта, у вас будет, наверное, заграничная почта. И отсылаем. Примерно через 2 недели нам пришлют email, что наши анализы готовы, и мы можем посмотреть, что все-таки происходит в моей семейной истории, как у меня со здоровьем и так далее. Идея очень интересная и самое главное, что за пару лет, которые я сижу за этой компанией, цены упали с 300 долларов до 99 долларов. А это, конечно, уже намного дешевле и как бы намного более возможно для многих людей это купить. Опять же, с 23andMe, ждем 2 недели, посмотрим, какие у нас будут результаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова